В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Деньги ваши стали наши. Феерический скандал с обворованными вкладчиками Волга Кредитбанка, у которых украли не менее полутора миллиардов рублей, вот уже который месяц формирует повестку дня, затмевая собой другие, не менее поучительные истории. О том, как нынче дурачит население, пользуясь его безграмотностью, ну и что скрывать, жадностью. В Самаре сегодня одновременно расследуют пять уголовных дел, связанных с компаниями, что щедро обещали людям до 120% годовых. Куда уж банкам, с их жалкими ставками в 13-14,5%. Стройфинансинвест, Сберфинанс, Алтын, Содружество – вывески разные. Суть одна. Типичные финансовые пирамиды, замаскированные под инвестиционные компании и потребительские кооперативы. По феру оказались втянуты больше 400 человек. Верхушка айсберга. Об истинных масштабах судить сложно, поскольку далеко не все обманутые осознали, что их обвели вокруг пальца. Многие сегодня до сих пор считают себя удачливыми инвесторами, поскольку место ушедших в небытие контор прочно занято их пока более везучими конкурентами. Но вот надолго ли? Съемка скрытой камерой. Девятый этаж торгового центра «Вертикаль». Этот внушающий доверие офис с шикарным видом из окна занимает инвестиционная компания «Гелиус». Как мне кажется, скоро и эта лавочка прикроется, а к следователям побегут обманутые люди. Вот единственный сотрудник офиса после того, как уходит посетитель, и мы остаемся с ним тет-а-тет, честно признается, бегите, пока не поздно. Насколько я понимаю, вы хотите делать спорта? Да, у нас небольшая сумма, то что мы до лета, до июля хотели бы ее вместить. Я вот вам скажу по-честному, да? И любые компании, которые печатаются в газетенках, это все ненадежные вещи. Почему? Это все ненадежные вещи. Вот тоже ненадежные, получается? Давайте мы там голову с избавим. У нас уже тут глобальные проблемы. Я вот сижу чисто здесь, потому что мне должны мою зарплату. Так что берите свои деньги и уходите куда-нибудь подальше, мой личный совет. Потому что то, что пишут, это тупо обман. Вот и все. То есть это тупо собрали деньги и исчезли, что называется? Угу. Выслушать такую исповедь – большая удача. В тот день мы с оператором под видом семейной пары, не знающей, куда пристроить 300 тысяч рублей до июля, побывали еще в паре похожих фирм. В той же вертикали активно привлекают взаимонаселение и на 21-м этаже контора «Альянс Т» и на 8-м – региональная инвестиционная компания. О рисках здесь предпочитают умалчивать. Я руководитель саморского филиала. Ага. То есть у вас еще какие-то другие есть филиалы, да? Ну вот у нас три офисы в Москве. Я приехал сюда вот с Москвы. Вот. В декабре прошлого года я открыл здесь офис и еще планирую на солнечное открыть еще один офис. Ну то есть как бы люди идут? Люди идут, люди звонят с Новокуйбышевска, люди звонят с Тольятти. А кто собственник всего этого? То есть кто самый главный? Что это? Человек надежный вообще? Надежный человек. Ну то есть это не пирамида? Нет. Ну смысл нам существовать тогда более другое, если бы не являлись пирамидами. В обеих конторах нам гарантировали светлое финансовое будущее. Вот вчерашняя выпускница колледжа, 20-летняя сотрудница региональной инвестиционной компании Алена, охотно рассказывает, если отдать ее фирме 300 тысяч прямо сейчас, то в июле наша прибыль составит 156 тысяч. Ставка 12% ежемесячно. Заманчиво, не правда ли? Проценты вы можете получать ежемесячно, либо приходя наличными, либо получать наличными у нас в офисе. Здесь? Да, сюда приходите с пакетом документов и паспортом. Это не пирамида? Нет, это не пирамида. Точно? Не пирамида, точно. О лопнувших конкурентах в этих фирмах знает. В тот же вышеупомянутый Гелиос, который, по их мнению, наладан дышит, убедительно советует не соваться. Правда, чем же они от них отличаются, красноречивые менеджеры толком объяснить не могут. Я не знаю насчет их точной сетки, но у них меньше, чем у нас. Они вот закрываются, потому что они не могут выплачивать деньги уже с декабря до Нового года. В общем, они еще не могли выплатить деньги, вернуть. Так что вот к ним не заходить точно. Не стоит, да? А вы здесь давно вообще размещены? С ноября. С ноября, да, работаете? Мы вообще в Тольятти начали свою работу в апреле. У нас там пять офисов, в Самаре сейчас пять офисов. Я не знаю, довольно-таки сложно, наверное, десять офисов сразу прикрыть. У нас такая же схема работы в Тольятти еще. Ну, то есть вы точно не мошенники? Нет, точно не мошенники. Главенствующий офис над всеми этими компаниями находится в Тольятти. И там находится и наш генеральный директор. Он приезжает, естественно, в Самаре все там. А он кто сам такой? Он давно как бы в этом бизнесе? Сколько ему? Тридцать три года. Человек там с тремя, с двумя, что ли, высшими образованиями. Разве эти глаза могут обманывать? Вот он, высокообразованный гендиректор конторы Андрей Хасиев, чей портрет застенчиво и строго глядит на потенциальных заемщиков со страниц цветных газет. На рекламу многочисленные инвестиционные конторы точно не скупятся. Красочное объявление, красноречивое интервью не сходят со страниц про города, молнии и ва-банка. Правда, иным вкладчикам на память о сбережениях только и остаются, что эти фотографии. Это директор, да, Рустам Нафисович Хайрулин. То есть он не найдет, я так понимаю, да, он в розыске? Он в Казани, да, принимает меры к его розыску. Офисы по всей России встроен Вестфинанс, так же, как и в Берфинанс, вот адреса. И в Казани, в Нижний Новгород, Челябинск, набережные Челны, Нефтеканск, Тольятти, Яшкар-Алай, Ижевск, Чебоксары, Саранск, Уфа. И везде люди пострадали, к сожалению. И вот свежие адреса. Стоимость рекламы в этой газете от 26 до 44 тысяч. Один выход. Раз в неделю. Объемы представляете? Оценивать эти объемы теперь и предстоит следователю Оксане Неретиной. Именно она пытается найти следы исчезнувших мошенников Сберфинанса, Стройфинанс Инвенста и других почивших в начале года фирм. Задержать удалось только рядовых сотрудников, которые, может, и догадывались о чем-то, работали все за серую зарплату, но молчали. А доверчивые граждане несли им сбережения. Кто-то 15 тысяч, а кто-то и почти 2 миллиона. Кто-то говорит, это прибавка к пенсии, кто-то копил себе на похороны, кто-то, прямо говорит, жадность обуяла. При этом понимали, что не может быть бесплатный сыр в мышеловке, но тем не менее шли. Даже есть люди, которые берут кредиты в других банках для того, чтобы вложить деньги и получать более высокие проценты. При этом большинство клюнувших на фантастические посолы – это пенсионеры, не получившие, видимо, иммунитет от пирамид 90-х и сегодня тяжело переживающие второе разочарование. И потому следователю приходится быть еще к тому же и психологом. Кого-то приходится отпаять с валерьянкой, от некоторых отворачиваются родственники, поэтому кто-то боится вообще сказать что-либо о том, что произошло. Но я так думаю, что то количество людей, которые принесли к нам заявление, зарегистрировано на сегодняшний момент, это далеко не все. Волна еще пойдет обязательно. Если узнают, то мне не поздоровить. Жалеть нечего, потому что сама виновата. Влезла, получила. Пенсионерка Татьяна Иванова, это, конечно же, псевдоним, просит не показывать ее лица. Боится, если родственники узнают, что она погорела, будут проблемы. Женщина уже теряла свои сбережения, пытаясь заработать на инвестициях и опять нарвалась на мошенников. На этот раз решающим оказался аргумент, что вклады якобы застрахованы. Мошенники раздавали бесплатные полисы, мол, подарок от фирмы. Понятно, что эти бумажки никому ничего не гарантировали. Пирамида не участвовала в системе страхования вкладов. Но люди мало разбираются в таких тонкостях и оттого верят. Только водитель офиса со мной лично беседовал, поэтому, в принципе, он меня убеждал, что надо вкладывать большие деньги к ним, потому что у них стопроцентная гарантия, у них довойная страховка. У них свои страховки, они страхуют средства заемщиков там, кооперативно, что-то как-то мне там объясняли. Были люди, то есть очередь присутствовала, люди вносили, получали, это было для меня. Я, в общем-то, ничего такого подозрительного не заметила. Я спрашивала, почему под большой процент. Они сказали, что они выдают займы под более высокий процент. Значит, на основании разницы процентных ставок они работают. Они все так сейчас работают, здесь полгорода таких. И прямо в Самаре уйма таких организаций. Только в прошлом году зарегистрировались 115 фирм. Как понять, где мошенники, а где добросовестные бизнесмены? Ведь нельзя же всех под одну гребенку. Эксперты говорят, есть несколько признаков мошеннических схем. Это и гарантирование прибыли, и нечеткость формулировок, и слишком настойчивое желание убедить вас принести свои деньги. Ну и главное, обращать внимание нужное, на чем собирается зарабатывать сама контора. Вот, к примеру, менеджеры той же региональной инвестиционной компании, где обещают до 15% в месяц. Рассказывают удивительные вещи о том, как получают сверхприбыли, вкладывая деньги населения, внимание, в салон красоты и ресторан. Сначала говорили, что ресторан будет, потом решили, что ну и автосалон, возможно, здесь тоже откроют. Вот, ну ждали весны, вот сейчас, чтобы снег сошел. Мы покупаем какую-то торговую площадь, или же там помещение, жилое, нежилое. Приводим, то есть в таком состоянии. Приводим ее в божеский виз, скажем так, и перепродаем по более, то есть в высокой цене. За счет этого такая прибыль, доход. Здесь нас, кстати, тоже заманивали бесплатной страховкой от известной московской компании Lloyd City. Сложно сказать, имеет ли отношение к страховому дому Lloyds это название, или это просто попытка воспользоваться именем, которое на слуху. Вот, но, как минимум, этот документ, я не знаю, насколько он подлинный, но вот он есть. Я вам могу сказать только одно, я бы не стал вкладывать в такую организацию. Таких ставок в 12-15% ежемесячно не предлагали даже в 90-е, рассказывает финансовый аналитик Денис Стукалов. Он сам сотрудник инвестиционной компании довольно давно, что не мешало ему одновременно и зарабатывать на рискованных операциях, и терять. Подобный бизнес известен во всем мире, говорит Денис, но беда в том, что в России он не регламентирован. Ребята, вот мы там нашли нефть за углом, готовы привлекать инвестиции. Не получилось у вас там нефть добыть за углом? Вы говорите, ну все, мы попробовали, не получилось, мы банкроты, ваши деньги сгорели. Но изначально все знали, на что они идут, чем они рискуют и так далее. Попробуй обманывать, сразу тебя, значит, привлекут к ответственности. А у нас вот, к сожалению, столь подробной регламентации подобных видов деятельности ее нет. И это, с одной стороны, позволяет работать с мошенником на этом рынке, а с другой стороны, это мешает работать с добросовестным заемщикам, которые хотят привлечь деньги населения в свои проекты, но не могут это сделать, потому что вынуждены предлагать 15% в месяц. Это же абсурд. Теоретически зарабатывать эти деньги, ну, можно на каких-нибудь высоко рискованных финансовых операциях, на биржевых спекуляциях. Но нигде никто не предлагает такой высокий процент. И все стараются людям объяснять, что, ребята, вы изначально вкладываете деньги в рискованные операции. Вы не должны нести сюда последние деньги. Ну, а если все же принесли, пеняйте на себя. И не говорите, что вас не предупреждали. Конечно, можно, к примеру, законодательно запретить рекламу сказочных процентов. Такой проект уже полтора года пылится в Госдуме. Но будет ли от этого толк? Аферисты обязательно придумают что-нибудь новенькое. Ведь тех, кто обманываться рад, всегда было есть и будет слишком много. И напоследок, если правоохранительные органы заинтересуются деятельностью тех фирм, что не фигурируют в уголовных делах, но, как мне подсказывает интуиция, вполне могут туда попасть, я готова передать, куда следуют материалы нашего собственного расследования. Ну, а на сегодня это все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова